В рамках расследования уголовного дела оборонсервиса следствие предъявило обвинение в новой редакции бывшему начальнику департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Она обвиняется по 12 эпизодам преступлений, среди которых мошенничество, легализация денежных средств, превышение и злоупотребление должностными полномочиями. У следствия имеется доказательство причастности Васильевой к продаже государственного имущества, в том числе по заниженной стоимости, среди которых комплекс зданий на Смоленском бульваре в центре Москвы, одно из зданий МОС военных органов Арбати, здание управления торговлей Московского военного округа на Серпуховской, ну и крупные земельные участки и акции. Благодаря усилиям следователей акции 31-го института спецстроя возвращены государству. Также следователи приняли меры к дальнейшему возмещению ущерба. С этой целью арестовано недвижимое имущество обвиняемой, это, кстати, более тысячи ювелирных изделий, общим весом 19 килограммов. Но это, кстати, без учета коллекции дорогостоящих часов. Кстати, среди арестованного имущества есть ряд картин, которые хозяйка, будучи уверенной в своих глубоких познаниях искусства, приобретала как шедевры мировой живописи. Однако искусствоведческая экспертиза, назначенная следователями после ареста этих картин, установила, что они не имеют никакой художественной ценности, а, попросту говоря, являются дешевыми подделками. Кроме того, военные следователи предъявили обвинение руководителю правового центра эксперт Екатерине Сметановой, бывшему гендиректору окружного материального склада Московского округа ВВС Максиму Закутайло, гендиректору компании «Мира» Динаре Беляловой, гендиректору оборонстроя Ларисе Егориной, гендиректору 31-го проектного института спецстроя Юрия Грехнева, а также гражданке Егоровой, которая помогала обналичивать похищенные деньги. Кстати, для хищения денежных средств, полученных от продажи государственной недвижимости, была создана масса фирм, аффилированных Васильевой. Наряду с этим следствие продолжает расследовать еще более двух десятков аналогичных эпизодов преступлений, по которым фигурантами разного статуса проходит много и других должностных лиц, в том числе и высокопоставленных.